Обходиться собственными силами и средствами в скором времени возводить дома в Ненецком округе будут из материалов собственного производства. В регионе готовится к открытию завод железобетонных изделий. В его цехах будут производить весь спектр строительных материалов – от окон до железобетонных панелей, из которых будут возводить жилые и административные помещения. Сегодня в Заполярье, так будет называться будущий завод железобетонных изделий, кипит работа. Фарщики, каменщики, отделочники готовят помещения под масштабное производство. Здесь будут изготавливать материалы для гражданского строительства. Главным образом в цехах будут формовать элементы для сборно-монолитного каркасного домостроения. За техническое перевооружение производственных мощностей бывшей производственной базы на Ренмарстрой взялась компания ННК «Строй». То есть независимо от сезона, этими конструкциями можно будет собирать здания. Именно в этом ценность сборно-монолитно-каркасного домостроения. Потому что при монолитном домостроении или даже кирпичном домостроении, блочном, существуют периоды сезонности. Невозможно. Потому что очень много работ связанных с бетонированием на месте, сварками. А вот именно сборно-монолитно-каркасное домостроение, оно позволяет минимизировать эти работы на месте сборки. Качество и полная заводская готовность железобетонных изделий и конструкций завоёвывает всё больше места на рынке стройматериалов. Они позволяют возводить строение в короткие сроки при минимальных, трудовых и финансовых затратах. К тому же строительство может вестись круглогодично, что очень актуально в условиях Севера. Изготавливать стройматериалы на будущем заводе будут также 12 месяцев в году. Сегодня полным ходом идут работы по обустройству цехов крупномасштабных изделий, мелкоштучных деталей и помещения, где будут готовить бетон. В сердце завода это будет новый БРУ, бетонно-растворный узел, который именно и формирует, исходя из подготовленной рецептуры, сам бетон, которым будут потом заливаться все конструкции. Так вот, этот бетон будет подаваться в тележку, в тележку он будет развозиться и на пустотелую трубу, а потом рельсы пойдут дальше. Он будет краном, эти вот емкости с бетоном будут принадлежаться сюда, заливаться. Согласно контракту, завод должен быть сдан в эксплуатацию к середине сентября. К этому времени компания планирует выпустить опытную партию продукции и укомплектовать штат сотрудников. Валентина Чимичек, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.